Итак, о друзьях Путина и об их общих активах сейчас поговорим с нашим следующим гостем. С нами на связи Геннадий Гудков, российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Российской Федерации, полковник ФСБ России в отставке. Здравствуйте, Геннадий Владимирович. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Но я из спортзала, поэтому в таком совершенно неприглядном виде, но... В здоровом теле, здоровый дух. Итак, новое расследование о большой такой путинской кормушке. 86 фирм, объединенных в такой коррупционный холдинг LSE Invest. Получается, Путин относится к России как к своеобразной фирме, которая должна обеспечить все его прихоти? Да. Он считает, что страна завоевана. Как мне сказал один из его близких товарищей, ну, близких знакомых, я бы так сказал. Россия завоевана, Геннадий, а почему нам не пограбить? Это было сказано, конечно, там, ну, как бы в полушутку, но, в общем-то, эта шутка только действительно в очень незначительной части. Они вообще относятся к России как к своей вотчине. Вот хочу это, хочу это. И речь идет о миллиардах долларов. Речь не идет о каких-то маленьких суммах. Речь идет о миллиардах долларов. Мы с вами еще не знаем еще, наверное, одного скандала. Я надеюсь, что когда-нибудь появится в прессе, кто-нибудь возьмется за расследование, дарил идею бесплатно. Не учтенный экспорт углеводородов. Об этом говорят статистики, об этом говорят экономисты, об этом говорят специалисты во внешней торговле, что учеты российской таможенной и западной таможенной по продаже углеводородов, нефти, газа и других ресурсов различаются иногда в разы. Если вы намекаете на еще одни санкции, которые необходимо ввести, на вот эти вот ископаемые. Я думаю, что сначала надо эти деньги найти. Я думаю, что это очень серьезный, тяжелый труд, потому что если вот это углеводородное среде продавалось как неучтенка миллионами тонн, десятками миллионов тонн в год, то эти деньги как раз используются вот на этот самый экспорт коррупции, на покупку функционеров там FIFA и всех других международных организаций, на покупку чемпионата мира, олимпиады и прочее, прочее, прочее. Это вот то, о чем я сейчас говорю, о чем говорят спортивные функционеры. Ну, они, понятное дело, убеждены в этом. Я могу только предполагать, что это могут быть те самые деньги. И я думаю, что мы же видим, что у Путина есть система кошельков. Кошелек Раудудин, кошелек Тимченко, кошелек Рокенберг, кошелек Пугачок, он сейчас сам дает интервью и подробно рассказывает о том времени, когда он был одним из многих кошельков Путина. И Путин при необходимости достает тот, тот, другой кошелек и финансирует то, что ему нравится, то, что нужно. Начинает строительство собственных дворцов и покупки яхт до каких-то проектов, которые укрепляют его личный имидж. Международный, общественный, публичный и так далее. Скажите, а вот в России после этого расследования может разразиться вот такой грандиозный скандал? Могут ли быть акции протеста? Ведь что получается, да? Тысячи молодых людей Путин отправляет на войну в Украину практически на убой. А своим друзьям что? Бриллианты, дворцы, яхты. Так ради этого и власти. Поэтому они за нее так и цепляются, поэтому они за нее держатся. Поэтому они ее узурпировали и удерживают силовым способом. Все остальное это вот наскармливание вот этому затравленному, затюканному населению, народу, который оболванен пропагандой. И он должен во что-то верить. Конечно, они давно приспособили страну под свою кормушку, личную, групповую кормушку. И вот вся эта вертикаль власти, это не что иное, как торжество номенклатурной бюрократии, которая присосалась к России как клещ, как пиявка и высасывает из нее все соки. Поэтому, в общем-то, совершенно все, вы правильно говорите. Только до населения пока России, до части, серьезной части населения, к сожалению, это пока не доходит. И вот когда вы спрашиваете, а выйдут ли люди на улицу? Они выходили на улицу не один раз. Их избивали, их сажали, их отправляли в тюрьму, их убивали. И поэтому вот сейчас уже этот скандал, он ничего не добавляет к тому, что знают российские обыватели. Российский обыватель знает, что Путин ворует, знает, что все его окружения воры и жулики, знает, что они ради этого сидят в Кремле. Но он считает это как богом данной, так сказать, ситуация. Ну, типа, вот цари, бояре должны жить припеваючи. И такое мнение, к сожалению, сформировалось в головах очень многих, очень-очень многих людей, особенно малообразованных, не очень понимающих, запуганных, зашуганных, оболванных пропагандой. Вот, как я ее называю, к сожалению, сейчас называют в годы войны, в дни войны, в месяцы войны, вот это быдловатное население. Игорь Владимирович, вот еще один важный вопрос последних нескольких дней. Литва, запрет на транзит подсанкционных грузов из России в Калининградскую область. Вот сегодня секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на такое решение Вильнюса по поводу транспортной блокады Калининградской области. И жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. Вот о чем идет речь, о чем может говорить Патрушев, учитывая, не будем забывать, что Литва члена. Он еще сам не придумал, о чем нужно говорить, но они сейчас будут мучительно искать выход из этой ситуации. Ну, если смеяться и издеваться над этим вопросом, ну, наверное, запретят открывать литовцам счета в Сбербанке, литовским гражданам отдыхать на курортах Нуапсея. Вот. Если говорить по серьезному, то они наверняка предпримут какие-то экономические ограничительные меры, типа там отгрузки через литовские порты, если это и есть, типа каких-то там транзитных потоков, ограничений в деятельности литовских структур, компаний, ведомств, государственных учреждений. На большее, я думаю, что они сейчас не пойдут, поскольку Литва, к счастью для литовцев и жителей этой страны, является частью западного сообщества, членом НАТО и Европейского Союза. Поэтому это все, как бы так сказать, останется на уровне экономических войн и каких-то там подлядок и провокаций. А чем так важен этот коридор вот для России? Что важен? Коридор вот этот вот, железнодорожный в Калининградскую область. Чем он так важен? Ну вот, дорога туда в Европу, да, и там есть и програничные торговли. Я думаю, что в Калининграде есть и вооруженные силы, там флот стоит. И поэтому, конечно, важность снабжения Калининграда, это, как бы так сказать, выход к Балтийскому морю, очень важный. Ну и вообще чисто в морально-психологическом плане очень важно, потому что если Калининград будет блокирован, там могут возникнуть соответствующие настроения, а не объявить ли нам о своей широчайшей автономии с правом установления особых отношений с Европейским Союзом. А почему бы и нет? Мне кажется, что вот все время Кремль опасался вот этого момента, даже когда его и в помине не было. В Кремле была озабоченность, а не подумает ли Калининградца о самоопределении какого-то, какой-то автономии. Это все время присутствовало такое опасение в Кремле, даже еще раз подчеркиваю, когда для него не было никаких оснований, никаких признаков. А сейчас, я думаю, что эта тема волнует намного больше, чем это было раньше. Владимир Владимирович, вот Российская Федерация наращивает военное присутствие в Латинской Америке, и президент Никарагуа Даниэль Артега санкционировал увеличение присутствия российских войск в его стране. Что это за процессы? Путин решил новый Карибский кризис устроить? Не-не-не, я надеюсь, что нет. Почему? Потому что просто мы плохо знаем, как бы, так сказать, ситуацию далеко от нас. Никарагуа – это страна, похожая на Венесуэл. Здесь тоже удерживается силой, там выходил практически миллион на улице, они пытались мирным процессом повлиять на власть и добиться ее смены. Им это не удалось. Я немножко знаю положение в этой стране, у меня там один из моих знакомых живет, работал, представлял Россию и продолжает жить. И, конечно, эта страна совершенно, ну, так сказать, забитая за затырканный народ. И поэтому я полагаю, что сейчас Артега не может удержать власть без российского военной поддержки и присутствия. И поэтому он пошел на этот шаг, что размещает там контингент российских войск. Я не думаю, что он будет большой. Конечно, этот континент никакого карибского кризиса не устроит. Но, наверное, как продлит власть Артеги. Я напоминаю, что Артега пришел когда-то давно-давно к власти как движение сандинистов. Я не помню, какие годы. По-моему, 70-е годы, прошлого столетия, там, конец, наверное, 70-х. Потом он от власти был удален, там были другие власти, другие политики, другие, так сказать, люди. А потом он вернулся во власти, вернулся не очень удачно, поскольку в стране разразился кризис политический, экономический. И он продолжает и сейчас там быть этот кризис. Поэтому, я думаю, присутствие российских войск, это похоже на поддержку Венесуэлы при разваливающемся режиме Мадур. То есть Артега – это такой Лукашенко в Латинской Америке, да, можно сказать? Это Мадуро, номер два. Вот Мадуро гораздо ближе подходит к Артега, чем Лукашенко. Лукашенко, в общем-то, ну, он, по-моему, даже безидейный. А эти-то еще пытались какую-то идею с собой нести. Но оказалось, что идеи порочные. Потом они уже перешли на коррупцию, на личное обогащение. Вообще-то они начинали с каких-то идей. Они же были леваками, искренне верующими в это. А потом они преобразились, переродились. И вот сейчас представляют для себя то, что представляют. Спасибо вам, Геннадий Владимирович, за ваши комментарии. С нами на связи, напоминаю, был Геннадий Гудков, российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Российской Федерации, полковник ФСБ России в отставке. Спасибо.